Привет, Алексей. Привет, Роман. Алексей, хочу обсудить с тобой, что должен делать новый партнер в первые свои 72 часа после того, как он совершил регистрацию. Поведай, пожалуйста, эту наболевшую проблему. Первое, что нужно сделать, это, естественно, помочь человеку поставить цель. То есть, как бы, определиться, чего он хочет. К сожалению, очень много людей не понимают, какую именно цель нужно поставить. Поэтому я хочу ответить следующим образом. Первое, нужно ответить на вопрос, кем человек хочет быть. То есть, танцором, юристом, бухгалтером и так далее. В нашем случае он должен поставить себе цель быть сетевиком и понять, что такое быть сетевиком. Второй момент, это, естественно, чему он хочет научиться. Ну, сетевик, это человек, который умеет выступать на сцене, который умеет разговаривать, который умеет вести переговоры, который умеет понимать в психологии и так далее и тому подобное. То есть, список вещей, которым он хочет научиться. Третье, если коротко, то, естественно, уже что он хочет иметь. То есть, три глагола. Быть, делать, иметь. Это что касается цели. Второй момент, второй момент, естественно, список. За нашу с вами жизнь, естественно, у нас огромное количество знакомых. И наша задача написать список тех, кого мы знаем. Но это наше то окружение, которое привело к тем результатам, которые мы сегодня имеем. Мы, конечно, можем его перебрать и что сделать? Создать свое окружение, с кем нам будет интересно строить бизнес. Но нужен еще второй список. Это список нашего будущего окружения. Это те люди, с которыми нам будет по пути в будущем. То есть, если я хочу зарабатывать 10 тысяч долларов или хотя бы 1000 долларов в месяц, то мне нужно познакомиться с людьми, которые зарабатывают на сегодняшний день уже такие деньги. И их приглашать в бизнес. Почему? Потому что они понимают, что это такое, как к этому относиться и что нужно делать. То есть, для этого нужно трудиться. То есть, таким образом проще работать. Третий момент, третий момент. Любому человеку интересна ваша история. То есть, зачем вы пришли в компанию, в этот бизнес. И каким образом данная компания поможет вам достичь успеха. Чем бы вы ни занимались, очень важно определиться, кем ты был, зачем пришел и куда идешь. И каким образом, я уже повторюсь, данный проект помогает тебе осуществить твою мечту. К примеру, если моя цель стать тренером номер один в мире, то каким образом данный продукт, данная компания мне в этом поможет. Если у меня цель открыть свою студию звукозаписи, то опять же, каким образом я собираюсь, допустим, познакомиться здесь с нужными людьми, заработать первоначальный капитал и так далее. То есть, нужна история. Обязательно нужна история, потому что люди говорят, а истории продаются. Четвертый момент. Это, естественно, предложение. Предложение человеку. Предложение человеку, каким образом, что он может для себя увидеть. Существует 7 категорий людей. Это клиенты, это продавцы, это руководители, бизнесмены, создатели системного бизнеса, инвесторы и тренера. Каждый из них торгует разными вещами. То есть, существует 7 категорий людей, поэтому мы должны понимать. Если мы говорим, что «Добрый день, меня зовут Тобросов Алексей, я являюсь партнером компании ВАВИ, которая на сегодняшний день предлагает мобильную видеосвязь за 5 долларов в звонке в любую точку мира. Вам это интересно, экономить деньги на данной системе». То это мы обращаемся к клиенту. Если мы делаем предложение «Добрый день, меня зовут Алексей, я представитель компании ВАВИ, и я предлагаю вам пользоваться продуктом». Точнее, я предлагаю вам быть нашим партнером и активно заниматься продажами. Почему? Потому что компания ищет агентов по продажам. Да, это мы ищем продавцов. Абсолютно верно. Следующий момент, это, допустим, мы ищем руководителей. Вы знаете, наша компания предлагает продукт за 5 долларов в звонке в любую точку мира и ищет руководителей отделов продаж. Можно рассказывать обо всех пунктах. Я думаю, что мы на следующем видео покажем это поподробнее. По каждому пункту остановимся. Но сейчас я бы хотел озвучить следующий пункт. Это уже пятый пункт. Это умение провести рандеву. Естественно, человек должен научиться проводить рандеву не дольше, чем 15 минут. Когда человек спрашивает в самом начале рандеву или презентации, а сколько времени это займет, вы должны его расслабить. Если вы не будете задавать вопросов, это составит не дольше 15 минут. Есть презентация, я ее тоже покажу вам. Она коротенькая, буквально 7 слайдов. И полностью по этим слайдам можно полностью рассказать о нашей компании. Следующий момент, это, естественно, продукт. Что должен человек научиться делать? Первое. Он должен научиться отправлять видео e-mail со своей фотографией своему вышестоящему спонсору и с записью своей истории. Второе. Он должен уметь заходить в конференц-комнату и сбросить своему спонсору с приглашением на ссылку и прочитать маркетинг-план. Ну и, естественно, разместить автореспондер для захвата клиентов. То есть это то, что человек должен научиться делать, что касается продуктов. И последний пункт, естественно, школы. Учиться, учиться, еще раз учиться. Говорят, Ленин расписывал ручку. Но, тем не менее, это факт. Вы знаете, один мой наставник, он мне сказал когда-то такую вещь. Каждое прочитанное тобой слово, это доллар в твой карман. Каждый пропущенный день, это минус тысяча долларов из твоего кармана. Вопрос. Дальше считайте математику. Если человек не посещает презентации, не посещает школы, значит у него успеха будет очень мало. Поэтому необходимо, первое, посетить минимум три раза презентацию компании, полную официальную презентацию компании. Потом посетить школу по построению бизнеса в субботу. Да, посетить вопросы-ответы и записать все ответы на бумагу. Следующий момент, посетить все школы по автореспондеру, видео-емейлу и видеоконференции, которые проводят наши спонсоры. И по большому счету, если человек это потом будет делать систематически, обучит своих партнеров, то вот эти вот семь пунктов, это то, что нужно сделать в первые 72 часа. Итак, повторим. Первое. Это постановка цели. Второе. Это написание списка. Третье. Это своя личная история. Четвертое. Это предложение конкретно, кого вы ищете. Пятое. Это рандеву, то есть коротенькое рандеву. Шестое. Это продукт. Знание продукта, да. И седьмое. Это посещение школ. Если человек не сделал данных действий, то его 72 часа не заканчиваются до тех пор, пока он это все не сделает. И только после этого мы можем сказать, что человек начал трудиться в нашей компании. Ну, по-прежнему, все, Роман. То, что я хотел сказать. Да, еще я хотел спросить по поводу списка из 50 профессий людей, которым мы можем предложить данный продукт. Характеризуй поподробнее, пожалуйста. Да, это действительно интересно. Когда человек задает вопрос, а кому это может быть интересно, желательно написать перед этим выгоды тех профессий и для тех профессий, для которых ты, ну, кому ты хочешь предложить. К примеру, я четко понимаю, что юристы с удовольствием берут себе эти вещи для того, чтобы экономить на аренде помещения. То есть, он может находиться дома и консультировать. Бухгалтера, экономисты, преподавание английского языка, там, различные вещи. То есть, сегодня уже стало интересно и медицине проводить эти вещи. То есть, по большому счету, терапевт онлайн. То есть, достаточно удобно, потому что можно не просто позвонить и спросить, а можно даже показать в видеорежиме, что у тебя болит, где и так далее. То есть, по сути дела, можно провести, не выходя из дома, консультацию. И есть функция, как оплатить за это. Вот то, что ты меня спросил. Итак, я думаю, что этот видеотренинг для вас был полезен. Я думаю, что благодаря ему вы поймете, что нужно делать со своими новыми партнерами, которые только что пришли в бизнес, и еще у них нет большого опыта в его построении. Желаю всем успеха. С вами был Алексей Образцов и Висков Роман. До скорых встреч в новых тренингах по обучению и достижению успеха в бизнесе с компанией Айвави. До свидания.